Интересный велоквест предлагают сегодня сотрудники археологического музея Берестия. Тем, кто хочет узнать о своем городе что-то новое, а также взглянуть на него с совершенно другой стороны, проявив свои знания, смекалку и ловкость. Участвовать в экскурсии можно как одному, так и небольшими группами, которые передвигаются по намеченным заданиях объектам и решают исторические загадки. Задания особые. Прежде всего задания содержат текст, который рассказывает о каком-то событии историческом, хардерном для нашего города, или о здании, сооружении интересном историческом, которое все видят, не тогда, как у него проходят, но не знают об этом сооружении, его историю богатую. А город наш на самом деле очень интересен в плане историческом. Поэтому, получив вот такие вот тексты, такие задания, человек или команда небольшая, да не будут большие у нас коллективы участвовать, они проезжают по городу. Наша съемочная группа решила опробовать новый маршрут. Получив задание, мы отправились в путь. Под первой нашей загадкой скрывался художественный музей в Брестской крепости, а точнее, один из его уникальных экспонатов. Макет старинного Берестия, подаренный в свое время учреждению, сегодня украшает один из центральных залов. Центральное место, конечно же, в зале занимает наш макет. История города, макет города, который был расположен на территории Брестской крепости. А также живописные полотна, написанные нашей брестской художницей Анастасией Ивановной Фетисовой, и триптик «Земля берестейская». Ну, в общем-то, им макет очень интересный, потому что, в общем-то, был поднят большой материал в архивах Варшавы, Москвы, художницы, чтобы восстановить этот город. Вторая загадка, а точнее ее решение, отправила нас намного дальше от музея. Уникальный памятник архитектуры, православный храм, сохранивший в себе черты ретроспективного русского стиля, находится в бывшей деревне Гершоны. Сегодня это уже часть города. Церковь расположилась в центре. Сюда стекаются прихожане из многих районов Бреста. И это только два пункта из нового туристического маршрута. Всего в нашей карте загадки было более десяти объектов. Преодолев не без усилий весь вело-квест, мы отправились на исходную точку – в музей Бересте, где полученные нами ответы были проверены на правильность. Итог, съемочная группа телекомпании «Бук-ТВ» справилась с заданиями квеста на отлично. На прохождение необычной велоэкскурсии нашей съемочной группе понадобилось около трех часов. За это время мы узнали много нового и интересного о в исторических объектах Бреста. Теперь такая услуга доступна для брещан и для гостей города над Бугом. А за отлично проделанную работу по отгадыванию загадок наша съемочная группа получила подарок, который, к слову, может получить каждый, кто успешно пройдет весь маршрут.